я думаю, что встречался, угадай с кем ну, с Тамбовым с Дмитрием Анатольевичем Медведевым о, нормально ну и как он ну что, выбил градоном, выбил пушки и выбил официальное извинение по отницам, он проезжает из Москвы приносит первому казачьему полку по телевизору официальное извинение, так как они всегда воевали боролись за народ, и они самые лучшие что, в натуре? да, им оставляют наши шевроны название полка оставляют, и наше знамя оставляют а, блядь и живем по казачьему усталу но, пришлось поступиться званиями звание общевойсковое а, вы, блядь нам танки дадут, что дадут же? хуй, блядь а знаешь, как нас назвали? вы передовое лицо казачества Российской Федерации самое главное, слушай, до 15 января мы будем полностью обеспечены всем вооружением вообще, все, что это? да, при мне дам приказ к Стамбулу до 15 января танки, БМки, пушки все остальное предоставить но, делаем это я при мне слышал приказ господина Медведева предоставить специалистов не просто, говорит, балабулов, советников а специалистов по всем родам войнек которые могут наводить да, нормально, говорит, контор не просто приехать, говорит, пальцем там махать а действительно учить людей, говорит, правильно делать это, говорит, настоящие солдаты я в них верю блядь, ты слышал? я это слышал сам братан, номер Медведева, ты понимаешь, что это так? не помощников, не хуйшников у меня есть номер Медведева он позвонит 5-го числа и на официальном уровне по телевизору пригласят 125 детей из Горова на Креблевскую елку давай, мой друг теперь подготовься к плохому хорошее закончилось, давай плохое в воскресенье Тамбул приезжает на инспекцию мы должны показать ему склады 6-ю школу, где будет штаб ну, дело в том, что 6-я школа она там немножко не готова, Паул Леонидович мы подготовим а что, ему увидеть стены, братан а все, что надо, они нам теперь выйдут